Добрый день! Добрый день! Конечно же будем привлекать и МЧС, и воинские части, попытаемся создать военно-патриотический блок, где задействуем и покажем нашу молодежь, нашу армию, что она сегодня беспособна, она всегда может защитить нашу родину. Вот тоже такой вот кусочек мы постараемся вкрапить в наш праздник. Я думаю, получится. В Гомельском областном клиническом кардиологическом центре после реконструкции открылось отделение сосудистой хирургии. Финансование работ отбывалось по линии шарнобыльской программы капитальных укладаний. Отделение сосудистой хирургии – одинное у Гомельской области. И зараз у им заявились новые комфортные покои, обсталявания и мебли. Усягодили о ремонту и перепланировке внутренних помешканий. У объекта было засвоено 6,5 миллиарда белорусских рублев. Усё сделано, как пациенты отшивали себе комфортно и после операции худшие одновляли силы. После реконструкции в отделении сосудистой хирургии Гомельского кардиологического центра изъявились покои умершальностью не более, как 4 человека. Особные покои для инвалидов и удельников Великой Отшины войны. Новые перевязочные и процедурные кабинеты. Закуплено мебли и обсталявание. Отделение осталось, как и было ранее, оно развернуто на 50 коек. Показатели коечного фонда не изменились, но и коечный фонд не сократился. Просто улучшились условия для пребывания пациентов и также улучшились условия для оказания медицинской помощи пациентам, потому что у нас отремонтированы и закуплены новые перевязочные, в них новое оборудование закуплено. Почти во всех палатах есть индивидуальные комнаты индивидуальной гигиены. Подобных отделения усяго 7 у республицы. Два у Минску и по одним у кожной в области. У Гомельским отделений сосудистой хирургии на протягу года проходит сляшение каля полутора тысяч пациентов. 50% от этой личбы – люди из районов, которые потерпели от авары на Чернобыльской АЭС. Что год у отделений выконывается больше за тысячу операций на сосудах. С допомогой санитарной авиации у Раши працуют у района Гомельской области. Учитывая, что отделение изначально располагалось на приспособленных площадях и не всегда соответствовало санитарным нормам, своевременно было принято решение о проведении реконструкции этого отделения. И сегодня мы можем нашим пациентам предложить комфортные условия для пребывания, а медицинский персонал получит удобные, соответствующие современным требованиям рабочие места. У Громадской приемной Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь» отбылся прием граждан по хваливающих питаниях. Отказывал на их, уникал проблемы людей и давал рекомендации прокурор города Гомеля Сергею Зайцеву. Сярод питания, которые хваливают те, кто записался на прием – объективность решения органов, выконавшие улады, справедливость судовых присудов, шляхи их обскаржения, обгрунтованность правоприменяльной практики и скарги на работу правоохранных органов. Так само имели место питания по выражению проблем, связанных с долготерминованием выплатой заработной платы и постановкой на электранспортных сродков, уладальники яких после сделки купли-продажу, доведались, что набыли автомашины с перебитыми номерами. Усягона прием до прокурора записалось 10 человек. Сярод их были и жихары районных центров. Прокуратура идет на контакт со всеми, будем говорить, зарегистрированными общественными организациями, политическими партиями. Я думаю, что это в интересах всех наших граждан, и мы будем постоянно осуществлять подобное сотрудничество. Сегодня Державный комитет судовых экспертов с Беларуси означает другую годовину с дня створения ведомства. За ГТЧ сколькость экспертов повеличилась у двоя. На 100% стали закрываться потребы Держустанов у проведения разного рода доследований. Наладилось эффективное взаимодействие с правоохонными структурами. Оказываются послуги насельництву. Во управлении Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области зараз працует около 500 человек. Головное досягнение их деятельности за минулые два года повеличение оперативности и якости выполнения экспертиз. Что месяц управлением проводится каля 4 тысяч экспертиз в год до 50 тысяч. А кроме судово-медицинских, тут выконывают криминалистичные, компьютерно-технишные, аутоэкспертизы и многие иншие. За кучей работе специалистов этой установы раскрывается и избирается доказная база при расследовании розных злашинствов. Ведется доследование, выведенное из нелегального оборота сброи, оказывается допомога в боротьбе с фальшивомонетством иншая. Так само оказываются послуги насельництва у проведения широкого спектру экспертиз. Своим коллегам, конечно, хотел бы пожелать успехов в работе, мира, добра, тепла, крепкого здоровья им, и их родным, и близким, и всего самого хорошего. Нам светят перамоги огни. Под таким девизом в Урагашевском районе открылась 23-я змена международного лагера дружбы детей славянских народов «Крынишка». Удельниками молодежной сустрэши стали больше за 300 юнаков и девчат с Беларуси, России и Украины. Для когостей лагерь за многие годы уже стал зусим родным. Некольки делегаций в этом году приехали сюда в першиню. На открытии международного лагера дружбы и аденства побывала наш корреспондент Вольга Славина. А пош не раз таки звонки смех рабят тут, на Утульной поляне, чуся роно год тому. И снова Рогачевская земля сустракая гостей. Смоленск, Курск, Саратов, Новозыпков, Котельники, Санкт-Петербург и Новоград-Волынске. Больше за 300 старшеклассников на беларуской земле объеднал лагер дружбы и аденства. Конечно, лагерь для нас это как визитная карточка не только нашего района, но и нашей родной Гомельской области и в целом нашей страны. Подобный лагерь под открытым небом – это единственные экземпляры в нашей республике Беларусь. Уже вот в этом возрасте юном зарождается та, можно сказать, детская дипломатия, которая в дальнейшем перерастает в такую достойную крепкую дружбу между нашими народами побратимами. Кожный день у лагерры разбиты литерально по хвилинах. Подъем, зарадка, сняданок, а далее час для творчасти. За 9 дней у лагерры ребята поудельничают в спортивных марафонах и проверят свои сдольности у конкурсе театрализованных представлений «Маленькие гистории великой перемоги». Стануть удельниками фестивалю молодежной творчасти «Добрый день, свет» и сами проведуть интернет-акцию «Крынишка молодая». Даречи, удельники лагеря – пиракананы. Побывавши тут один раз, обовязково вернешься знов. У Гетем уповнена и украинская делегация с Новоград-Валинского. Дети – это самое дорогое, что у нас есть. Они не политики, они не каких-то действий. Когда мы сюда приехали, я знала, что будут встречи, но не такая. Потому что прибежали дети из Курска, из Москвы, из Котельников. Прибежали Украина, ура, вы с нами. Понимаете? Это вообще, что надо помочь? Такого никогда не было. То есть, год мы не были, ничего не изменилось, только крепнут наши узы, дружбы. И я очень счастлива, что я здесь. У Гетем Годзе вспомняется ровно 10 годов, як лагер набыл статус международный. С Гетой на годы у Дельников Творчей Сустреча шакая множество приемных сюрпризов. Даречи, шерах з их, примеркованной, и да еще некольких значных падей. В этом году этот лагерь международный посвящен двум таким датам. 70-летие победы, 71-й годовщины освобождения нашей республики. И еще мы сюда добавляем год молодежи, который был в нашей республике. Мы считаем, что молодежь – это своего рода послы, потому что, ну вот они увидят все это дело, пообщаются. Они же приедут потом домой, они же рассказывают своим родителям, друзьям, какая наша республика миролюбивая. Проведусь ребята у лагеря «Девять дзен». 7 липня девчат и юнаки обменяются адресами, сфотографуются на память и отправятся додому с надеей обовязково вернуться на Рогачовскую землю в наступном годе. Вольга Славина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Рогачовский район. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шубукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин